здравствуйте друзья с вами семейный юрист и психолог антон сорвачёв я не чувствую с тобой себя женщиной или не чувствовала с ним себя женщиной зачастую говорят некоторые женщины которых лично я очень люблю и уважаю и искренне хочу им помочь и мне их искренне еще даже более искренне жаль но поскольку от мужчин я никогда не слышал что вот с ней не чувствуя мужчины он наверное кто-то это и говорит но это редко все же хотя наверное тоже есть но от женщин сплошь и рядом не чувствовал себя женщине чувствовался что это такое с точки зрения психологии почему она не чувствует себя женщины а с точки зрения психологии это гендерная дисфория также известная как расстройство гендерной идентичности. Может возникнуть у тех людей, которые чувствуют, что их истинный пол не соответствует тому телу, в котором они родились. В некоторых случаях расстройство и душевные страдания, которые стали следствием гендерной дисфории, приводят к развитию других нарушений психического здоровья. Гендерная дисфория, ну это если ты женщина и не чувствуешь себя женщиной. Да еще и виноватых ищешь. Вот я с ним себя не чувствую, а без него прям чувствую. Это типичнейшая гендерная дисфория. И все было бы ничего, но психологи отмечают, что другие нарушения психического здоровья могут развиваться из-за этого, из-за того, что есть гендерная дисфория. И это проблема. Не знаю, насколько ее нужно решать, но походить к психологу нужно точно. Гендерная дисфория может принять форму телесной дисфории, социальной дисфории или комбинации этих двух видов. При наличной телесной дисфории человек испытывает дискомфорт от пребывания в собственном теле. Или этот дискомфорт может быть обусловлен определенными частями тела. Некоторым людям кажется, что они родились в неправильном теле. Это вот женщина зачастую любит рассуждать о яйцах, о том, что она чувствует себя мужчиной, а она бы хотела женщиной себя чувствовать, или наоборот. И это, отмечают психологи, все причиняет им значительные душевные страдания. Термином социальной дисфории обозначается расстройство и дискомфорт, которые человек испытывает из-за определенного восприятия в обществе. Например, он негативно воспринимает предположения о гендерно обусловленной социальной роли. Ну, например, «Что я тебе, кухарка, что ли?» Или «Я тебе что там? Инкубатор детей рожать». Или «Я тебе там кто? Пастерушка, что ли? Горничную себе найми». Вот. Это один из аспектов, один из моментов, которые возникают при гендерной дисфории. Например, он негативно воспринимает предположения о гендерно обусловленной социальной роли, которую он якобы должен играть, по мнению общества. Общественные стереотипы могут обижать и расстраивать этого человека. И все эти факторы могут способствовать развитию уже социальной дисфории. Зачем и для чего я делаю такие вот выпуски? Ну, наше общество больно. Очень сильно больно. И для нас уже болезни, ну, они возведены в норму. И многим не режет слух, когда вот женщина, например, например, очень их люблю и уважаю, ну, вот женщина, например, говорит «Я девочка, да?» Или «Я тебе кухарка, что ли?» Ну, мне как профессионалу, я тут же стремлюсь поставить ей диагноз, обратить внимание, даже не диагноз, ладно, обратить внимание, то, что это проблема, это не норма, это не нормально. Если тебя обижает то, что ты моешь дома посуду или готовишь, или от тебя мужчина ожидает, что ты пол вытришь, и тебя это обижает, трогает и расстраивает до глубины души, это не нормально. Это гендерная дисфория. Вот в нашем данном случае. Или ты там в 50 лет все еще считаешь себя девочкой, накручиваешь себе вот такие вот локоны и одеваешь платьишко, на котором бы старшекурс не спасти, стеснялась бы куда-то пойти. Например. Для меня это тоже очевидно, что у человека проблема. И я не злорадствую, и не стремлюсь, так сказать, в глаза ему тыкать его проблемы. Нет. Я просто хочу, чтобы люди поняли, что это не норма. Это наносит вред прежде всего этому же человеку, этим женщинам нашим, которых лично я очень люблю. И чтобы этот человек задумался бы, может быть, я обратился к специалисту. Например, к психологу. Может быть, и к психиатру. Кому как, опять же, лучше. А что вы обо всем об этом думаете? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Записаться ко мне на консультации можно через сайт sarvachev.com или через соцсети, ссылки на которые есть в описании под видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok